Друзья, мы снова в студии Рухап и у нас впереди будет карта Вертига, которая должна быть определяющей картой, в первую очередь, для команды Энтропик. У них уже есть счет 1-0, они забрали вражеский Демираж, хороший камбэк показали Virtus.pro, но сейчас нужно начинать прям очень сильно, очень строго и забирать для медведей вражескую карту. Размен пиками, третий решающий, драма, слезы, но все это мы еще узнаем у наших аналитиков. Как вы думаете, есть ли шансы на Вертига у ребят из команды Virtus.pro? Да, шансы есть, шансы неплохие причем, но я опять же говорю, если включится со старта Джейм с Авиком, потому что, во-первых, нужно, чтобы он сначала добрался до ВП, а от этого зависит дальнейший успех команды ВП, а значит нужно, чтобы ВП выиграли пистолетку. ВВП, если выбирали эту карту, то получается они начнут, скорее всего, в атаке. Virtus.pro, выбирали Энтропики? Прошу прощения, да, значит ВП будут защитить. Вот, а от этого еще сложнее задача, потому что, ну, если ты не заберешь пистолетку в защите, тогда ВП доберешься только в пятом раунде. Ну, на самом деле, если говорить вообще за перформанс карты Вертига у и той, и другой команды, Virtus.pro играли очень-очень мало Вертига в последнее время, да, и у них Лустрик там из шести карт подряд, если я ничего не путаю, там вообще полная беда. Последнее поражение было от G2, 16-12. Я бы не сказал, что G2 суперсильная команда, но Вертига, в принципе, хотя одна из престижных. Но, с другой стороны, команда Энтропики, в которой она уже почти месяц не играла Вертига, и это вот момент такой. Тренировались по-любому, по результатам, в принципе, можно сказать, что для Энтропики карта суперкомфортная, учитывая, опять же, Мираж, адаптация прошла успешно, и Virtus.pro для них не становится какой-то проблемой. Они не боятся, они все продолжают все так же играть в свою игру, и для Вертига это во многом важно, потому что, скорее всего, ну, как Гром сказал, Virtus.pro уберут защиту, и если они это сделают... Правильно, да. Есть информация, что они за защиту. Если они это сделают, то, на самом деле, Энтропик вообще не состоит туда выиграть эту следующую 2-0, если за атаку таким же темпом напором пойдут. Кстати, я вот хотел отметить, забыл буквально в своих словах, да, этот момент. Команда Энтропик очень круто за атаку темпует. Она умеет рвать темп, она умеет его наращивать обратно, и команда ВП столкнулась с этим на Мираже, потому что действительно было немножко сложновато потом в оконцовке. То есть, да, оппонентная вторая пистолетка выход на 13-5, там не так много раундов осталось команде Энтропик, но им буквально во многих моментах не везло, они могли заканчивать это раньше. А все потому, что романные темпы, ну и Киндер там просто творил какие-то абсолютно невероятные вещи. Вот, а когда ты темпуешь на карте Вертига, то на самом деле тебе отрезают практически 50% карты сразу, если это условный выход фас на центр или быстрый выход под рампу, что 100% отработано у команды Энтропик, то ВП могут быть с этим проблемой. Здесь важно, что важно для защиты, это не отдавать энтри своему оппоненту, потому что, ну, пусть Вертига сама по себе действительно большая карта, да, ротация с центра на Б или с А на центр, она довольно близко, но если, допустим, опорник первый погибает и не будет там какой-то хелпы, то, по сути, тебе либо сэвить уходить, либо ты просто играешь глубокий ретейк. Вот, поэтому очень важно не отдавать первые дуэли команде ВП, а они в этом компоненте в ноль проиграли команде Энтропик на первой карте. Ну, а с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что команда Virtus.pro, если у них так не проснется два игрока или так кто-то будет выпадать, с Энтропиком будет крайне сложно, потому что мы много раз уже говорили, что Энтропик — это команда, которая очень балансно-то идет. Да, у них есть свои коры на своих картах, но при этом парни всегда стараются сохранить командную синергию и показывать, что даже вот реально самые топовые команды некогда добыли, для них небольшая проблема. Они сейчас на таком подъеме, и это действительно факт. А есть ли тогда вариант или необходимость для команды Virtus.pro разбрасывать своих, ну, скажем так, фраг-лидеров по плентам? Например, Джейм играет на базе B или на базе A, а Энтропик играет по другую сторону, то есть на другом пленте. Нужно ли так или просто как у них построено? Так не получится просто. Ну, просто смотрите, если ставить, опять же, условного Санжара вместе с Хикертом на базе B, то, судя по карте Мираж, что будет проходной двором. А ты уверен, что Санжар сейчас на вертигу не включится? Я не знаю. Так а почему ты говоришь, что Санжара отдельно поставить? А ты что кричишь? Ты что на меня орешь? Ты что быкуешь, да? Ты до старших голос повышаешь? Они что, во, даже написали, Нишар это какой-то спокойный, слишком покормить его, морской конек. Вот ты на каркал видел, бес какой вселился в него моментально, аж волосы дыбом встали, ты посмотри на него, ну посмотри. Во, и перед дядей Олегом придется извиниться потом. Малчик. Вот, соответственно, здесь нет никаких гарантий, Олег, понимаешь, вот в чем проблема, то есть Санжар, да, он невероятно крутой игрок, но опять же, если это его день, на первой карте мы его не видели вообще. А это важно. Просто кем и спрашиваю, потому что Санжара не было видно и в предыдущих матчах, не так сильно и не так ярко он выступал, как мы привыкли видеть. Мы можем вернуться к истокам. Команда ВП сейчас далеко не в самой оптимальной форме. И то дело далеко не в Санжаре одном. То дело конкретно, либо в настроении команды в целом, возможно, команде нужно... Но все равно как-то и киндер же настреливать вместе с Джеймом. Слушай, это абсолютно другие величины, я скажу так. Просто я хотел подкопить твои слова тем, что у них на буткемпе были проблемы, они их пытались решить, как видишь, это было из интервью ясно еще, когда сказали, как раз такие киндер, мы же общались. Ну так они тем более еще и по домам играют. Может быть, это как-то влияет на то, что они не на буткемпе сейчас, и каждый сидит по порознь друг от друга где-то вообще в разных... Я бы не сказал, что вот это вот отсутствие буткемпа так сильно влияет. Просто... Ну и тропики тоже по домам сидят, по-моему, чем с этого. То есть это им же не мешает. Справедливое замечание. Ну да, то есть вот этот общий спад команды ВП, все вокруг этого, много инфошума. Может какие-то личные проблемы или еще что-то. Да, мы же не знаем этого. А они нам никогда об этом не скажут и никому не скажут. То есть мы его знаем, возможно, через несколько месяцев, либо лет после того, как команда уже сделает решафл, или, ну, это если сделают решафл. Слушай, кстати... Ребят, мне нужны ваши предикты на вертига. Слушай, я переобуюсь, наверное, и скажу это 2-0 за команду Энтропик. Все должно быть именно так. Темп команда Энтропик не прощает. Они должны задавать новую мету, это Энтропик 2-0. Наши аналитики сошлись во мнении, что это будет 2-0 за командой Энтропик. Но посмотрим, что думает париматч. 1-23 на Энтропик, 3-9 на команду Виртус Про. Париматч не оставляет шансов медведям здесь хоть либо как-то побороться и оставить о себе след. Но вы также не забывайте про наш замечательный кэшбэк. 15% pmb.gg.rmr. Ну и, конечно, наши замечательные коллеги Слипсам Вайл и Декреги. Дорогие друзья, если вы готовы, я вам морзе передаю информацию сейчас. Если вы готовы ее воспринять. Как ты думаешь, смогут ли ВП, было у меня сейчас в бровях написано, смогут ли ВП, вопрос, знак вопроса, смогут ли ВП на небоскребе, знак вопроса, точка. Нас имена забрали, Женя. Они нам не нужны, потому что меня не существует в этой вселенной и его тоже. То, что вы смотрите, это перевод наших сознаний в диджитал пространство полностью. Мы трансгуманизировались, дорогие друзья. И будем продолжать для вас вечно комментировать карты в Counter-Strike. Аминь. 2-0 за Энтропик. Мне очень нравится быть с тобой в паре, потому что, когда... Мы с тобой в паре, Женя. Да, когда я говорю о высших материях, должен быть человек рядом, любимый, просто родной, который может вернуть вот человека с высших материй на землю. И просто сказать, братан. 2-0 за Энтропик. 2-0 за Энтропик, братан. Ну, типа, ну... Разве все так сложно? Ты подходишь к ней уверенно, берешь ее за руку. И говоришь. 2-0 за Энтропик, родная. 2-0 за Энтропик, родная. Отдам тебе все свое сердце, но 2-0 за Энтропик. Нет ни ВП. Снимай эту футболку Virtus.pro и надевай футболку команды Энтропик. И не надевай футболки. 0-0, друзья. Врываемся на карту Вертига. ВП будут защищаться. Энтропик будут атаковать. А-таковать с буквы А. Команда Энтропик. Поехали. Ну, давай будем смотреть. Ну, правда. Ну, какие шансы у команды Virtus.pro? Ну, вот уже все. Вот на пистолетке в защите Аплента показывает зубы прямо здесь и прямо сейчас. Лаки уже на рампе Аплента. Там на боковой, по-моему, еще игроки заходят. Да вообще все игроки на боковой зашли. Закрывайте боковой команду ВП. Крат побежал. Ну, Крат царь пистолеток, мне кажется. Можно его так переименовать. Крат. Еще и Джейма закрывает. Бустер на размене по Форстеру. Бустер вместе с Кикертом. Никельбек закрывает Кикерта. Эллен. Эллен готов. Бустер. Готов. И бустер. Бустер не готов, друзья. Ты просто, ты прикинь, человек стоит, ну, то есть он визуально ничего не видит в этом моменте, и на него двое выходит горизонтально, и один в прыжке просто. Даро, братан! Просто как твои дела? What's up? Господи. Только не надо насмехаться над командой ВП, командной Тропик, пожалуйста, потому что я это уже больше не выдержу. 2.48 на команду Virtus.pro от нашей коллеги от Приматча победитель на карте. Полтора. Для команды Тропик, друзья. Просто полтора. И не забывайте про бонус двойной к депозиту. Для новых клиентов сервиса в Приматч существует эта прекрасная акция. Баннер по трансляции расскажет вам об этом несколько подробнее. Обращайтесь к нему. Дерзайте. Может быть дерзнута еще команда ВП в этом раунде. Так, полетели. Давайте смотреть. Кикерт. Здесь с МПшечкой и киндер. Немножко отходит с рукава. Нормально все. Минут 33 на таймере. Лаки здесь зашивает. Пытается найти в смок своих оппонентов. Но вроде как пока что нет каких-то серьезных проблем. А вот у Джейма есть определенные уже серьезные проблемы в этом раунде. Его закрывает Эллиан. 5-4. Большинство за энтропик. И киндер посмотрит вниз. Нет. Нет. Крат его заберет. По флешку, кстати, Эллиан засчитал, что самое забавное. Хотя Крат и так бы оппонента, скорее всего, забирал здесь. А плент полностью открытый. Для остатков команды ВП в этом раунде сейвить на следующее эко три соответственных девайса. Соответствующих. Это МП-9 и два дегла. Но кикер-то из сайдарма, грубо говоря, стандартный УСП. Поэтому кому-то его передавать не имеет никакого смысла. Так что все-таки три девайса. Второй раунд за командой Тропик на атаке. Девертика, дорогие друзья. Да, да. Хорошее начало. Здесь бустер просто зашивает. Закрывает лаки. Ни один патрон не залетел к нему. Потому что если бы залетел, то было бы больно. Там бы опять же разлетелся прицел. Было бы все очень грустно. Форестер контролирует подход. И не только, кстати, Форестер. Санджи закрывает крада. Хаешка здесь прилетает. Форестер идет атаковать. Форестер до конца прям хочет забирать. Забирает кикер-то. Но дальше не полезет, потому что у него 29 хп. Его оппонент ждет справа. А Никельбека здесь, ну, чисто теоретически могут не ждать. Да, мы же доразберутся все-таки до конца. Команда ВП. Раз. И Никельбек. Хорош. Ну, тогда около фулека, либо с P250 экономически от команды Virtus.pro. То есть они ничего так и не засейвили. Какая же душка просто от команды Nitropic. И на второй карте в том числе. Какая же душка. Вот настолько, что ли, вот удобный оппонент. Вот все как-то вот наоборот, наверное, получается у меня сегодня. Думал, у Немиги будет сложно. А оказался удобный оппонент. Опять же, Микс, Панка, Пепси. И Немига дальше проходит. Думал, ВП для Интропиков, но сложненько, наверное, будет непросто. Да нет, пока все просто. Слушай, я был почти уверен в том, что Немига и Интропик действительно окажутся сильнее своих оппонентов. Так. Чисто застывает, закрывает. Крат живет еще как-то невероятным образом. Крат, ну, жил как мог. В целом, жил долго, счастливо, но к нему пришел Юсп Санджа. 4 в 3 большинством. Здесь для ребят, для ребят с команды Интропик. И в целом, открытие Вертига, открытие карты для них достаточно уверное. В целом, опять же, да, можно зайти на Шел ТВ, глянуть статистику. Ребят с команды Виртус Про, там 17%, если я правильно помню. Но, опять же, если чуть подробнее посмотреть, там команды ой-ой-ой. То есть там Ликвид, Астралис, OG, G2, Гамбит и в целом, ну... В общем, играли против сильных оппонентов, но до конца так и не победили особо. Если так прямо объяснять. Практически не побеждали, точнее, бустер. Закрывает Кикельбэк. Лаки отвечает по Санджелин. Бустера забирает, опять же, на Ацементе. А погибает, Джейм. Да, Форестер, кстати говоря, игра Форестера пожалела. Тим Эйс от команды Интропик конкретно в раунде номер 3. Но это не было столь важно. А вот сейчас бай-раунд для ВП, вот это важно. Это важно. Это правда. Ну, будем смотреть, друзья, чем закончится у нас с вами вот этот вот прекрасный и замечательный раунд. Так или иначе, пока что есть снайперская винтовка для Джейма. Есть 4 эмочки у команды Virtus.pro. Ну и будем смотреть, к чему все это дело нас с вами приведет. Минут 45 на таймере. Откидываются гранаты, откидываются хаешки. И пока медленно атака от команды Интропик. Смотрим, как пойдет все-таки ЗВП. Джейм. Джейм от него забирает. Размен будет. По Джейму попадает. Все-таки его забирает. О, Кикельбэка забрал Форестер на простреле, когда бежал за Джеймом. Ай-яй-яй. Включил Бирсерк мод и пострадал свой товарищ просто родной. Как же так? 3 в итоге у команды Интропик человека в живых в активе. То есть меньшинство для команды Интропик. Да, ну ничего страшного. В целом, да, неприятненько. Но я думаю, Никельбэк сильно не обидится. И нужно попробовать ситуацию 3 в 4. Разыграть лаки. Здесь вот интересно. Левый чекает. Нет, не чекает бустер. Закрывает лаки. Хорошая позиционка. Выход будет на аплент. Здесь 2 игрока. Так, откинется Смоук. Она никого вообще. Не, в перетях, я думаю, успеют команды Virtus.pro. Хотя вот боковой Форестер уже прошел. То есть ВП будет уже в два раза сложнее здесь что-то делать интересное. Крат понимает, что почему-то пока нету никого. Значит, скоро будут все. Так, Крат. Очень агрессивную позицию занимает. Понимает, что ситуация 2 в 4. Нужно отыгрывать ее и выводить преимущество. Но вот теперь вот очень сложно будет поставить бомбу, потому что когда ты один в три, здесь кто-то может просто запушить тебя и сломать. Поэтому понимал, что нужно здесь попробовать сделать фраг, а потом уже садиться лентить. Первый раунд за ребятами из команды Virtus.pro. Но все-таки не получилось. Немножко сумбура дал, наверное, вот этот тимфраг по Никельбэк. Ну, не вышло, да. Но Никельбэк, как говорится, покапитанить может и мертвым, если что, вдруг. Но то, что его потеряли, ну, просто неприятно было. То есть минус один живой человек в атаке команды Anthropic. Так, бустер и крат, по-моему, 6 к 3, 6 к 3. То есть это у нас первое место на двоих пока что делят по индивидуальному перформансу. Это интересно. То, что бустер вообще допроснулся и теперь топ-1 в команде ВП по перформансу, это интересно, черт возьми. Но последние деньги байдли команды Anthropic и пока что ранние андерпассы и Арампа. Так, Элен Савика просматривает пиксели против своего оппонента. Это там как раз-таки у нас третий игрок. Это и Киндер. Джейм также здесь близко. И Киндер скрывает крад, Элен мгновенно на размене. А вот по Джейму вопрос, как бы, что и как его проходить? Его проходить будет не так уж и просто, я вам хочу сказать. Ой-ой-ой, Джейм, 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 все-таки убежит. 19 хп. Ай, как напугали сейчас, хотя Джейм думал, что все в порядке. Тент закрывает Моликом пока что. Буду сдавать эту позицию команды Anthropic, скорее всего, в ближайшее время. И будут, возможно, дальше двигаться уже на рампу. И здесь их ждет Санжар. У Санжара в прошлой карте не совсем получалось, мягко говоря. Так, ну там нет... Есть коктейль Молотова, который можно попробовать Джейму кинуть, чтобы он там немножко подгорел. Но Джейм уже в любом случае отошел. И в целом будет работать как полноценный снайпер. Санжар закрывает лаки. Ситуация большинством. Для команды Virtus.pro. 4 в 3. Элен на прострелах. Тут никого не найти, не получится. А выход-то чего? На B в итоге? Боковой прошел, это был Форестер. Так, боковой самая главная позиция сейчас в атаке для команды Anthropic. 25 секунд в активе у них пока что есть. 3 на 3 боевая ситуация. Опять же, 20 секунд. Очень-очень болотисто, мягко, вязко как-то ребята из команды Anthropic взрывают. Пока что Аплэн Форестер забирает уже двоих. Это Санжи, это Кикер. Последний бустер Джейм остаются. А там, кстати, Джейм-то был живой, получается. Надо бомбу ставить. Джейм живой, но прям очень-очень слабо живой. Бомба устанавливается. Так, контролирует Элен Бустер. И вот открывает Джейма. Классно. Очень здорово. Форестер трипл килл, дабл килл Элен. По большому счету они на двоих просто закрыли команду Virtus.pro. Прямо здесь и прямо сейчас. 4-1. И проблемки с деньгами у команды Virtus.pro. Вынужденная история. Ну, экономически, наверное, сейчас будут проводить. Какие офтайминги классные на Аплэнте. Внезапно от команды Anthropic. То, что Громов говорил. По темпу ритмики взяли, сорвали просто все тайминги основные. И пошли в офтайминг. Типа прямо чистое болото-болото. И мы врываемся резко-быстро. И ВП не успели, не доразобрались. Не поняли, что в этот момент нужно фокуситься. Ну, классно. Я не знаю, у меня слов не хватает на русском языке. Экономически, друзья, но с тяжелыми пистолетами от команды Virtus.pro. Через B-спираль пойдут на B команды Anthropic. Так. Откидывают гранаты. В целом плюс-минус. Неплохо, помаленечку, потихонечку. Крат. С колошом занимает позиционку. Будет ждать потенциального выхода своих оппонентов. Но, опять же, должны ребята из Anthropic здесь достаточно уверенно закрывать себе раунд. И выигрывает. Попадает Эллиан. Не попадает по оппоненту. Там кусок ноги и бедрышка, опять же, торчало. Но игрок Virtus.pro будет выживать все-таки. На поджиме андерпассов, подходов к рампе. То есть инфа уже получена, что снайпер, собственно, был где-то здесь. Вообще, все еще Аплэнт. Очень интересен команде Anthropic на данном этапе. Но у них Лаки находится под Б. Если что, Б полностью брошенный от команды ВП сейчас. Правда, Лаки не выходит пока на Б. Вот важный момент. Пойдут до упора Anthropic или сыграют через Лаки все-таки? Эллиан закрывает кикерта. Не ждали, наверное, Эллиана здесь. Вот в такой истории. Да, Джеймс закрыл краду на 4 в 4. Опять же, сложновато здесь с пистолетами. И Киндера. Но Киндеру не нужно здесь идти вперед. Как раз-таки вот сейчас вот так попытаться можно отыграть. О, как все болотисто. Они опять пытаются порвать темп. Но поведутся ли ВП сейчас уже на этом раунде. Форестер закрывает и Киндера дальше. Дальше Джеймс все-таки открывает Форестера. И Лаки такой, пацаны, а идите ко мне. И пацаны такие, братан, у нас 15 секунд. Мы-то пойдем. Но, братан, мог бы раниться немного? Ой-ой-ой, не справляется с Джеймом. Бомба будет установлена. Здесь нормально. Но Авик здесь вообще не к месту для Эллиана. Здесь хорошо бакалаш имеется. Очень хорошо бакалаш. Там три ракобитых. Какая флешка сладкая. За белым ВП находится игрок команды Интропик последний. Три битых, но у него АВП. Первый забирает. Одного. Второго забирает. Ну ты прикалываешься, братан. Ну ты что? Это квадрокилл. Три человека из команды ВП не могут взять одного снайпера за белым ВП. Что? Это не просто снайпер Евгений Слипсом Вайл. Это Эллиан. Эллиан это снайпер. Снайперская винтовка одна. Она просто вот эта тыщик-щик-тыщик. Там бесконечность времени и пространство просто проходит, пока перезаряжает вот это вот. Что они пытались сделать, мне интересно? Это как бы потенциальный ранбуст какой-то? Что-то типа и такого. Во-первых, это подсадка, чтобы как бы выше быть, соответственно, заметить, возможно, голову быстрее или плечо быстрее, типа, чем противник тебя видит. Но как-то так переусложнили против снайпера одного. То есть настолько просто переусложнили ВП. Вот это да. Да, но в любом случае не будем звать, что это был просто раунд с пистолетами и уже большие проблемы. Но большие проблемы сейчас. Крад открывает и Киндера. 5-4. В начале, в общем-то, этого самого вертига. В начале седьмого раунда. С МАК-10 Крад по-прежнему чувствует себя очень здорово против своих оппонентов. И раздобыл большинство в этом раунде. 5-4. Да, и Киндер здесь спал, смотрите, храбро. Кстати говоря, с тобой согласен. Это реально были вообще только пистолеты. Так что ВП-то вроде постарались, но последняя ситуация как-то... Как будто не думали, что могут дойти настолько далеко. Если честно. 4-4, дорогие друзья. Так и на план будет дальше от команды Интропик. Так, Джеймс с бустером. По два авика. Вот выбивать... Ох ты, Джейм. Хороший фраг. Хороший тайминг. Для Джейма закрывает он никельбэк М. 3-4. Выбивать с двумя авиками сложно. Тем более выбивать, когда у тебя нет диффуз-китов. Ты не мобилен, у тебя нет китов. Как это выбивать? Вопрос, ну, типа хороший, очень хороший. Оп, оп, стреляй. Или непонятно даже, что так долго ждал. Неужели не верил просто своему счастью? Лаки закрывает одного. Бустер на размине. Опять же, повторюсь, там авик. Неудобно и не мобильно. А вот Санжи со спины это удобно и мобильно. В общем и целом, да. Можно прямо. Но вопросы к Санжи, получится или нет? Видит... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же, как же, как же. 6-1. Пауза. Пожалуйста, Virtus.pro. Пожалуйста, пауза сейчас. Все спреи сильно выше. Там право просто... Все, до свидания улетело. Пожалуйста, соберитесь. То есть, это прямо не дело. Что-то там... Я не знаю, что происходит, но это прямо вообще не дело. При всем при этом... 5.4 от наших коллег от Parimatch на Virtus.pro, на победителя на карте. Зубы обратно мне подобрать. И на Entropic 1.13. Не забывайте, друзья, про двойной бонус к депозиту от наших коллег с Parimatch. Банер по трансляции расскажет вам об этом подробнее. И при всем при этом, Санжар вообще-то 5 на 6 катает. И бустер, по-моему, и 7. Ну вот, то ли на 5 см, то ли что-то такое. То есть, уже остальные выключились. Сложно. Сложно здесь ребятам из команды Virtus.pro объективно против команды Entropic. Хотя очень много моментов было, чтобы можно было закрыть для себя раунды. То есть, это не могу сказать, что... Да, это разгром по счету пока что, но не совсем разгром по игре. То есть, грубо говоря, по игре здесь Virtus.pro действительно могли зацепиться за большее количество раундов, нежели один. Но пока просто не получается это сделать. И ребята из команды Entropic, ну, вот в каких-то таких моментах 1 в 3 выигрывают. 2 в 2 выигрывают, установленные бомбы. У них в этом плане проблем пока не возникает. Икиндер с деглом стоит, смотрит рукав. И в целом, чисто теоретически может дождаться. А может и Морик дождаться. Здесь Мок прилетит. Есть информация, что Икиндер здесь. Есть ли Хаешки? Хаешки есть. Форестер железяк простреливает. Не видит пока что. Кстати, попал по кикерту. Икиндер получает Хаешку в лицо на 8 хп. Выживает. Мог бы, кстати говоря, не добыжить здесь даже. Тяжело со спреем краду, но справляется. Отлетает от бустера в итоге. Это на дотекание. Опять же, килл был сделан. А цемент работает из-за смока или нет? У меня вопрос. Работает. Но спасает Форестер. Лаки спас своего товарища. Так. 4 в 3. Большинство. Рукав здесь не забывают ребята из Энтропик. Джейм. Открывает все-таки. Закрывает Элена. Джейм. Бустер. Ой-ой-ой. А вот здесь как бы на Б убежать? В целом. А вот так вот. Просто даже не парясь. Просто Лаки берет. Говорит, мужики, Лан. Всего доброго. Или фейк. Бомбер. Не, бомбер-то на Б. А Люркер остается здесь. Все-таки да. Реально Форестер действительно остался. Что самое забавное. Но Лаки там в теории должен погибать, мне кажется. Форестер, может быть, дозакроет оппонента. Неужели бомбу поставлены? Неужели вот так вот это все будет? Серьезно, что ли? Эта идея может работать? И нужно бежать сейчас. Но вот это сложно. Успеет ли Форестер? Нет, не успеет. Просто на сейф уйдет. А там вот это долгое сиделого сейчас от Санжара будет. Потому что нужно раздефичить. Но это все-таки второй раунд за командой Virtus.pro. Здесь нужно было как-то максимально сливого играть, наверное, Бомбер. Он хотел на уверенности отыграть и сделать фраг. И, в принципе, это было чуть стратегически логично. Но не получилось. До 2000 сейчас команда Virtus.pro выигрывает раунд. Бая не было. Так, ну 2 к 6. На этот раунд, да, ВП все-таки взяли. Идеи при этом от Enthropic суперэкстремальные. Но в каком-то смысле даже почти получилось полностью. Я сильно удивлен, что такое вообще может работать сейчас. Против ВП, ну, по какой-то причине это работает. Кикерт. Что-то вот твоя фраза, как и не включался. Нету. Нету человека. Так. Лаки. Откидывает молик. Здесь никого. Опять же попытка что-нибудь придумать. Далее. Для ребят с командой Enthropic. И, по всей видимости, выход на Б. Джейм закрывает Форестера. Нет, ХЕ-шки просто пролетели. И выхода на Б пока не будет. Крат пытается здесь кого-то нашить. Прилетает молик к нему. Минута 25. Еще одна ХЕ-шка. Кстати, хорошая. Ой, очень хорошая. 100 хп по сути почти. Ну, что меньше. Да, на Никельбэка на Элина прилетает. Действительно вкусно от команды Virtus.pro. И в жбан получает крат. Я звук слышал. Прямо в лицо. Но держит каска удар здесь. Это от Эмки, скорее всего, видимо, было сделано. Ну, судя по хп в том числе. И атака на ад. Команды Enthropic. Соответственно, рампы. Соответственно, боковой надо. Ну, не забыть, да, забрать. Потому что чисто через Энапу это довольно узкий выход. Вас будут забирать. Джейм в пиксель смотрит возможные головушки буйных оппонентов. Но пока никого не увидел. Там настолько красные вообще ребята из Enthropic. Это тяжкий раунд выиграть. Элина хорошо переводится. Попадает по Экиндеру, но не летально. 46 хп у него остается. Есть флешка. Есть праг от Кикерта. Здесь пытался Никельбэк что-нибудь придумать. На одно сейф, наверное, входить. Никельбэк с Элином. Да. И будут здесь сейвить свои девайсы. Третий. Для ребят из Virtus.pro. Счет становится 3-6. Пока да. ВП. Кстати говоря, стоит заметить, на самом деле, все более и более оптимально играют под атаку команды Enthropic. Под конкретный плейстайл команды Enthropic. В общем, в целом ВП даже чувствуют теперь офф-тайминги команды Enthropic, которые перестают, как вы понимаете, быть офф-таймингами под команду Virtus.pro, потому что они перестают работать. Потому что эти как бы тайминги, ломанные ритмы, грубо говоря, буду использовать даже музыкальные термины, теперь не работают. Вот команда Enthropic под ВП. Вопросы к команде Enthropic. То есть сейчас вы будете переусложнять, например. Ну, то есть так, вот пойдут экстремали. Либо типа переупрощать, суперпростой на Б, типа там какой-то суперзамудренно сложный опять на А с суперфейками и перетягами. Или все-таки будете держать вот какую-то золотую балансную середину, но что-то все-таки поменяется. Вот прям реально интересно, потому что ВП будут брать, возможно, больше раунда сейчас. Так, ну, есть снайперская винтовка для Эллина, коллаж для Никельбека. Хорошо, а Джейма в целом достаточно уверенно здесь ловит... А, нет, это бустер, прошу прощения, с лавиком. Попал он в ногу, но и в него попали 15 хп. Его Эллина 15 хп. Разменялись ножными попаданиями, ребята. Снайперы. Так, бустер просматривает стерс. А здесь буст. Команда Интропик. Эллин, кстати, теоретически может найти фраг сейчас, если подставится бустер. Эллин залезает. Ой-ой-ой, какая флешка! Просто от Санжи, какая золотая флешка. Просто золотой фонд флешек, дорогие друзья. Записывайте, как говорится. Золотая флешка, золотая. Бустер, пока все еще живое. Еще одна флешка от кого? Не знаю от кого, но очень классная тоже. Но бустера, ну, заберут, конечно. Но какой ценный форестер последний? Отлетит от того, кто поджимает его. Это Екиндер. Но, скорее всего, в смысле именно от Екиндера я имею в виду. Екиндер спокойно выйдет, найдет оппонента, поймет то, что он вот здесь. Берет. Четвертый для команды ВП. ВП. Поняли, нашли. Подстроились. Получается. Да, ну, чертфердически там есть уже шесть. Из десяти. На Вертига. Ну, в целом. За Катастрофу нормально? Нормально. Но тут больше вопрос, что там с атакой ВП. Вот, не считая карту Вертига, да, мы все прекрасно понимаем, что здесь можно достаточно спокойно себя чувствовать на атаке. Надо глянуть, что там вообще на атаке. Там, кстати, 50 на 50 по статье ВП. Поэтому все вроде как неплохо пока что. Учитывая, что счет был 6-1. Екиндер отлетает. Тут лаги. Теперь нужно бежать на плюс В. Экономический раунд, дорогие друзья, от команды Тропик. Опен уже получают. Рефрага нет. Все еще нет. И Тропики будут играть под свое большинство. То есть они вышли, и кинды разобрали. И поняли, что, а, так все, отлично. У нас есть наш опен. Ну, как бы, если хотите нас рефрагать, идите к нам сами к этой стороне. Мы пойдем куда хотим теперь. Так, Крад с деглом. Ну-ка, давайте смотреть. Сможет ли он найти здесь какой-нибудь хедшотик по авику, например. А может, кстати, очень даже. Так. Так, Крад спрятался. Крад говорит, мужики, что-то вообще так тихо. Ветер свищет на 52-м этаже. Джейм просматривает выход с рампы, а там человек вообще не с рампы, на самом деле. То есть он вот здесь. Он прям за красным, черт его возьми, дефолтом. То есть он будет настолько близко, это настолько удивление сейчас будет. Оп, ага, ручка-то. Моя ручка засветилась, Крад падает. Возможно, упал бы еще Лаки, по нему попали, но не убили. Бомба устанавливается. И это ситуация 4 в 4. Калаш подобрали за цементом. Тот самый калаш, который был выбит в самом начале. Так, здесь Санджи закрывает все-таки Эллина. Санджи 11 хп, но Форестера еще убивают. Вот, бомба есть, наверное, в целом это уже результат. Лаки, правда, Джейма закрыл. Подождите. Еще через боковую еще пойдет. Никельбэк в упоре, просто свинец в голову. ВП могут это отдать. Даже против Лаки, но он очень агрессивный. Лаки супер агрессивный. Скорее всего, Лаки, наверное, будет погибать. Там 11 хп у Санджи, а там АВИК. Если бы Бустер сейчас промахивался, то можно было бы это все дело выигрывать. Для ребят с командой Тропик был бы пистолет, но нет. Ребята из ВП все-таки берут себе пятый раунд. Это Чешка, Дадин Дигл, два, может быть, по-моему, два. Я не путаю. Что-то, Клок, что-то, что-то, что-то такое. Практически на таких приколах просто энтропики берут этот раунд. Просто, а можно в полсилы, ребята? Виртуз Про, ладно, пятый забирают. Хорошо. И Киндера мы так и не нашли 3-9. Точнее, Кикер так и не нашли там 4, по-моему, 9. И Киндер теперь не нашли 3-9. Так, ну что? Здесь ВП 4 раунда подряд берут. 4 раунда берут подряд. И, в общем-то, будем смотреть, что будет далее. У нас с вами на этом Вертига развиваться. Энтропики начали очень хорошо, даже отлично. Но вот потом появились небольшие проблемы. Проблемы в виде, опять же, этих 4 раундов. Но, по большому счету, все равно очень все близко было. Но команда Виртуз Про все это дело за собой закрыла. Вот он, байраунд. Важный и нужный для ребят с команды Энтропик. Опять же, хочется очень сильно его закрыть. На бай, да, Энтропики свои, опять же, вышли. А Плэн дальше будут атаковать. Но уже ВП здесь, на самом деле, должны быть готовы. И Киндер. Подслужку Джейма закрывает крада. Боковой смотрится. И сразу Молик там, опять же, от команды Энтропик. Но там никого не стояло на позиции под Молик. Или на взрываю. Ой, как классно. Не, ВП здесь, опять же, допроснулись, в общем и целом. Хотя против экономических такой притв, видимо, от Энтропик так и не ожидали. Потенциальный выход на шестой для команды Виртуз Про. А может, и на седьмой какой-нибудь. Лаки, ну, стреляется, но этого недостаточно. Лаки. Топнул. Каску видит, не видит. Боится прыгать еще на один бокс. Откидывается Молтов. Но сейчас Маки развеется и уже особо ничего не придумает. Опять хотят себя перемудрить или все-таки дальше Аплэнт. Ждут, не, не хотят перемудрить, ждут поджимов больше. Отлетит бустер от Форестера, отлетает бустер от Форестера. Форестер с Лаки остается вдвоем. Но уже настолько битый, уже бомба падает. Опять же, 15 секунд у Форестера, у него 6 хп, должен погибать. А Джейма шестой раунд за командой Виртуз Про. Деньги какие-то есть для команды Этропик? Большие. Какие-то есть, бой будет. Не, не, денежка вроде как нормального или на 3500. Единственное, что у остальных все в целом неплохо. Так, ну что, господа, сравнивается счет у нас с вами. Будет по всей видимости близкая первая половина заканчиваться в любом случае. Но Этропик может быть что-нибудь быстренькое нам продемонстрирует. Может быть быстренький мид какой-нибудь. Может быть быстрый заход на какую-нибудь. Интересную точку. Мак-10 здесь справляют. Джейм закрывает крады. 5-4. Ранние тайминги работают для команды Виртуз Про. Они продолжают читать атаки команды Этропик. Они продолжают успешно, уже подстроившись под атаки команды Этропик, собственно, закрывать для себя минимум раундов на более слабой половине Двертика, то бишь к этой стороне. А баспираль мы увидим от команды Этропик. То есть у них на головой в А-плент не получилось. Сейчас будем смотреть головой в Б-плент. Так, флешки летят. Лаки, 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 лаки. Отлетает от Икиндера. Икер-тубай от Никкельбека. Как-то прям все плохо. Этропик последние раунды. Последнюю стерию из, не знаю, скольки, из шести, из шесть раундов. Да, подряд вообще ни о чем. Это просто, ну, как будто... Это работа, я просто еще раз повторюсь. То есть нам табуляции могут показать. И просто мне нужно подтвердить. Это работа главы команды Виртуз Про. Коэффициенты, дорогие друзья, от наших коллег из Париммач. 1.45 на команду ВП. 2.62 уже на этой карте за командой Этропик. Не забывайте про бонус к первому депозиту 100% наедвойной. То бишь жирно-вкусно для новых клиентов сервисов Париммач. Если вам интересно, планер по трансляции расскажет вам об этом подробнее. Предпоследний раунд первой половины мы продолжаем смотреть. Так, минута 45 на таймере. И, ну, спустя какое-то катастрофическое количество времени все-таки ребята из Этропик находят для себя опенфраг. И делают 5.4 большинство для себя. Надо дальше проходить. Флешку накидывать и киндера проходить в целом. И киндера проходят. Санджа на размене. Нужно просто... Смок туда кинуть. Ставить бомбу. Будет в целом выигрывать раунд. Спустя, опять же, 6 раундов подряд. Бустер не попадает. Прощает. Санджа прилетает молик. Но этот раунд просто нельзя команде Тропик отдавать. Ну, просто категорический. А вот я не уверен, на самом деле, с учетом того, что, опять же, ВП показывали в предыдущих раундах, даже в меньшинстве есть все шансы растащить. Ну, такого не было. Конкретно такого. Но несколько гранат буквально остается. Флешка отличная. Вообще, Лена в итоге будет погибать. Адсанжара классно. Все здорово. Лаки. Флешка топовая, опять же, от ответки. Лаки тоже погибает. Бустер это делает, собственно. Форестер отвечает пакет Кирку, но этого недостаточно. Бустер остается последний. Пытается найти пакет. Не получается найти пакет. Закрывает его все-таки Форестер. Вообще было близко Форестер, кстати, трипл кел. Вообще было близко. Но недополучилось все-таки у команды ВП. Ситуация действительно была тяжелая, но видишь, да, разницу? Почти. Так, ну что, 7-7. И действительно, первая половина максимально близкая. Но все решится во второй. Все решится во второй. Что у нас с вами будет? Покажут ли ребята из команды Энтропик хорошую защиту? Настолько хорошую, что просто-напросто... Просто-напросто закроют все свои вопросы. Либо же нет. В целом, там тоже почти 50 на 50 у команды Энтропик. По статье, Бустер закрывает лаки. 5-4. Преимущество у команды Виртус Про. Ну и... Грустно. Уже когда преимущество у Виртус Про, 5-4. Начало раунда. Очень-очень тяжело раунд Т-таки и выигрывает. Четыре человека у команды Энтропик в активе остается. Опен действительно чистый для команды ВП. И, может быть, от Джейма будет второй опен на защите. Крат пытается, да, открывать Аплент. Пока что в соло. Тяжело против Экиндера здесь было. Но Экиндер у нас не совсем достреливает в первой половине. 8 на 12. Поэтому все-таки Форрестер... Крат, прошу прощения, здесь справляется 4 в 4. Так, Джейм просматривает рукав. Санджи. Есть информация у него и о нем. И вот вопрос. Куда выходить? На Аплент? Да, Молик здесь, по всей видимости, по Джейму прилетает. Вынужден он немножко отходить. Достаточно сумбу, раз мог. Флешка. И под флешку здесь Джейма будут просто пушить. Есть фраг Нусанджи. Там он их закрывает на размене. Форрестер рывается. Его уже не ожидали. Третьего игрока из рукава. И надо бомбу ставить. Разыгрывать ее. Ставится пакет. Бустер на красном бусте. На красном дефолте ставится пакет, дорогие друзья. Последний раунд мы смотрим. Это означает, что игра будет до самых последних капель крови. Кикерт и бустер. На потенциальном ретейке около белого А находится один из игроков команды атаки. Собственно, Кикерт, оказывается, находит второго игрока. Но не будет стрелять, потому что нужно найти второго. Находит второго. Взрывает лицо второго. Не взрывает лицо. Первый не взрывает лицо. Бустер остается один на один против Элена. Уже нужно как-то дефьюз. Нужно растащить этого противника. Это будет Элен все-таки растаскивать. Все-таки будет дефьюз для команды Virtus.pro. Да, но это сейчас было, конечно, жестко. Это было слишком жестко. И за такое, конечно, вообще надо наказывать. Но бустер эту ситуацию разыграл в пользу своего коллектива. 8-7, друзья. И все-таки первая половина уходит в пользу команды Virtus.pro. Вот после счета 6-1. Как-то дальше не пошло. У ребят из команды Entropic. Вроде все было здорово. Все было под контролем. Но ВП в нужный момент проснулись. Ну вот, да. Показывают нам эти моменты. Интересные. Страшный раунд, если честно. Просто страшный раунд для команды Virtus.pro здесь. Я уже думаю, что не проснуться в этих моментах. После конкретно такого раунда, что прям... Ну, типа, подтильтует немножко. Но если кто и подтильтовал, то может быть стикер, опять же. А в остальные, в общем и целом, на самом деле, на месте. Интеллектуальная работа была проведена командой Virtus.pro уже внутри первой половины. На живую буквально. Потому что не сильно-то там даже на паузах. Они поняли, как играет команда Entropic на первой половине карты Двертика. И подстроились прямо ровно как надо. В итоге мы смотрим, вообще видим результат именно такой в оконечнике первой половины. Что Virtus.pro при всех прочих параметрах этого матчапа вообще-то устраивает. Так, ну что ж. Господа, 8-7. Первая половина у нас заканчивается достаточно близко. И, конечно, Virtus.pro получают, в принципе, шанс хороший. Всю эту историю попытаться закрыть. Но, опять же, вот кэфчики мы видели там, которые достаточно сильно в пользу команды Virtus.pro на второй карте. Здесь я не очень, наверное, соглашусь. Потому что в целом, мне кажется, что по-прежнему Entropic должны выигрывать вторую карту. Их пик. Они точно готовились против команды Virtus.pro. Есть, опять же, выборка, по которой можно подготовиться к своим оппонентам. В этом параметре точно нет никаких проблем. ВП, наверное, ожидали увидеть оверпасс. Посмотрим, что у них будет с атакой. Насколько хороша она. Энтропики, ну, глянем. Опять же, должна была быть подготовка хорошая к своим оппонентам именно на атаку. Именно вот в этом ключе. Поэтому, кто знает. С пистолетками у Entropic проблем вроде как нет. И они достаточно часто пистолеты выигрывают. Им нужно сейчас как раз как никогда взять пистолетный, чтобы начать КТ уверенно. Для Entropic, на самом деле, как для тех, кто верит эту карту, очень просто, буквально в три предложения. Читать атаку команды противника. Почему? Потому что вы знаете карту. То есть вы, в смысле, знаете как бы сетапы атак. Значит, вы можете читать около полностью эти сетапы в разных конспирациях. Просто погибает. И киндеры уже здесь не прочитали. Быстрые бы спирали от команды ВП. Ну и, в общем, проблемка у команды Entropic с пистолетным. Этим раундом 4-5, как выигрывать, немножко пока не ясно. Плэн занят. Нужно перестреливать. Но тут просто Санджи. Было близко. Закрывает он одного. Ну 5-3, есть информация. Но этот пистолетный, по всей видимости, ВП. Должны закрывать. Забрать себе, наверное, Джейм. Низу бы спирали будет погибать. Надеюсь, Санджар. Санджар не промахивается по Никельбеку. Но Эллиан все-таки отвечает. Лаки. Ну, тяжело здесь, конечно, было все-таки жить. И последний Эллиан остается. На спирали бы он находится. Он прекрасно понимает, что вообще никаких вариантов нет. Можно заставить Кевлар. Больше никаких, как бы, вещей здесь у него нет. На Тэшный спаун уходит. Ну, собственно, за Джейли. Крачится это синий мусорник. В западных серверах. Называется Джейли. По какой-то из причин. Бог его знает, по какой. Ну вот. И это взятая пистолетка от команды ВП, дорогие друзья. Да, да, друзья. Так и есть. Потихонечку, помаленечку. В целом что-то с антропиками произошло. Ребята потеряли хорошую командную победную группу ТВП. Вот, подожди, подожди. Это пистолетка просто на второй половине. По поводу первой, как бы, ну, мы поняли уже там плюс-минус. Это просто начало второй. То есть тут можно оступиться всегда на пистолетке. Это нормально. Даже, кстати, на форсу своей можно оступиться от антропик форс, дорогие друзья. А сейчас Элен на скауте. Фамас еще есть и в пистике. Элен со скаута здесь. Против него нужно быть аккуратным. Отходит. Полетают там гранаты. И Крад. Крад открывается. Икинер его закрывает. Элен здесь пытается прошить. Но вот опять. Вот опять. Надо идти на сейф, наверное. Ребята, нужен тропик. Нет смысла здесь куда-то идти выбивать. Нет, типа, скитов. Просто брать, уходить на сейф. По Санжи попадает. 19 хп у Санжи остается. Но конкретно по поводу ретейка, конечно, суперсловно. Элен, ну, последний выстрел, мало ли, по кому-нибудь рандомно, как говорится, залетит. Но здесь все-таки таких вариантов, походу, действительно не будет. Сейф от команды тропик на своем форсе. То бишь на технически экономическом раунде они будут проводить второй форс свой с сохраненными девайсами. Как бы сейфа форс. Вот так вот лучше сказать. Потому что форс они не будут проводить. Потому что дополнительных баев не будет. То есть закупок каких-то прям сильных не будет. Вот, видите, эко. То есть краду там. Ну, кто-нибудь по 250 скинет. Или лишний дигл. Нет такого, кстати говоря. Коэффициенты от наших друзей из Приматч на Vertigo 1.25 на Virtus.pro. 3.75 на ребят с команду Entropic. Именно такие коэффициенты. Но вы не забывайте про 100% бонус к первому депозиту. Кликайте на баннер по трансляции. Получайте замечательные бонусы. Ну и не забывайте про мобильное приложение на iOS и на Android. Так, ну что. И вот тот самый, да, сейва форс. Второй, как бы, как второй шанс для команды Entropic. Наши засейвили. Ну, это не особо парит. Кикер это плюсовый вопрос. Вперед побежали. Пожалуйста, опен ли команда Virtus.pro около Аплента. Никельбэк, а ты готов? И твой товарищ. А готов ли твой товарищ? Твой товарищ не готов. Это был Лаки. Подсложку краток, кстати говоря. Никельбэк, кто их забрал? Никельбэк готов получше своих тиммейтов. Но 30 кп у него. Отходит он назад. Наверное, нужно бы ему с Форстером поменяться девайсами. Хотелось бы. Ну, а ребята из ВП пойдут на Аплент. Продолжают? Продолжают идти на Аплент. Командный Тропик просто отпускает. Нет Аплент сейчас. И они в СП пойдут. Настолько хаотичный, тропичный раунд. Прямо под стать названием команды. Там вот контакт должен быть сейчас. Они вот такие, оп, и ушли с Аплента. И возвращаются немножко с других позиций. Из поджимных позиций в итоге на Аплент. Это настолько необычно, если честно. То есть вы просто бросаете Аплент для того, чтобы зайти сзади. Причем основной силой. То есть семерка только одна на защите Аплента. А два человека в поджиме, а не наоборот. Типа один в поджиме и два на основе. Их пытаются подождать. Здесь откидывается Смоук Форестером. И чисто теоретически это очень классно. Но вроде там смотрели. Спина вроде смотрит периодически. Если Крад успеет в рукав зайти. Надо просто ждать, чтобы там пришел Крад и разобрался сейчас. А Крад не знает о рукаве. Вот это самая большая проблема. Крад не знает о рукаве. Никкельбек знает о рукаве. Так, Никкельбек теперь знает, что есть еще один. А там фраг от Форестера. И есть информация по последним. Нужно просто Форестеру бежать помогать. И вдовем зажимать Джейма. Единственное, что нужно сейчас делать, это они делают. Браво команда Интропик. Разобрались в этом моменте. И выигрывают раунд сейфа прошлого раунда. Ну и, как очень хороший композитор пел дальше, пожелай им удачи в бою. Потому что получился, между прочим, восьмой раунд, дорогие друзья. Прям вот это да. Вот это вот в каком-то смысле некоторые переусложнения на атаке, на защите для команды Интропик. Что читали ВП уже потом. На защите очень прямо новыми красками вдруг внезапно заиграло. Это уже реально офф-тайминги от Интропик на защите. Это вообще как? Что это значит? Что это такое? Просто как это? И Форестер, на самом деле, там сделал очень важный фраг с дегла, который, по большому счету, раунд выиграл. И потом в твоем ребята зажали последнего. Ну что ж. Возможно, глоток воздуха свежего для команды Интропик был прошлый раунд. Возможно, сейчас действительно это даст Интропикам большую веру в то, что вертига еще не потеряна. Да куда, на самом деле? Вторая половина только началась. Куда тут потеряна? Это четвертый раунд, вторая половина. Тут прям все в самом ссаку, все в самом ходу. Боже мой, Никельбэк на Апланте пока что живой. Вообще все живы, на самом деле. Ранние тайминги мы пропускаем. В Миттальшпиль раунду мы переходим. Никельбэк с Галилом. На самом деле, прошлый раунд еще чем хорош, потому что там два сейва. Это Галил вместе с Калашом бустера. Пойдет ли до конца здесь Форестер отлетает от бустера? 5-4. Большинство, но есть понимание, наверное, что это все-таки будет афлэнд, потому что там один люркер был под Б. Хотя непонятно. Бустер продолжает идти. И вот тут тяжело. Тут очень тяжело, потому что игроку на Б нельзя отлетать вообще. Эллиан, хороший флик. 4-4 здесь против снайпера. У-у-у, спас свою жизнь, скорее всего, Эллиан, кстати говоря. Возможно, это прямо лучший мув в этом раунде конкретно для команды Интропик Белл, потому что снайпер будет в ходу. Причем снайпер разогретый. Бомба не поставлена на Ан до сих пор. 30 секунд в активе. Команда Virtus.pro и Kinder очень важен, потому что его никто не чекает. Это перезарядочка. О-о-о-о! Первого, второго есть все-таки и Kinder. Какая же классная, черт возьми, позиция сейчас для команды Virtus.pro здесь. Там 20 секунд. Если сейчас Джейм один хп, как же везет ему сейчас. В этом моменте бомбу не убить, Эллиан, хороший флик. Но бустер закрывает Эллиан. И вот представляете, да, если бы не повезло Джейму, там была бы ситуация 2 в 2, можно было бы спокойно это разыгрывать. Ну, как спокойно. Можно было бы попытаться. Лаки последний против трех. Рукав не убивает. Ну и остается 9 хп у Санжи. Так, 11 раунд. За ребятами из команды Virtus.pro тяжело. У Интропик прям видно, насколько тяжело. Последние раунды. Там раундов 12, наверное, последних прям очень тяжело. Ребятам играть. Экономически от команды Интропик, дорогие друзья. Да, конечно. Расскажи. О-о-о-о. Па-па-па-ра-па-ра-па. Там 1400 давали. Пара-па-ра-пам. Да, да. Тут ребята уже дозакупаются. Не, в смысле, у них как бы были деньги, которые можно было бы сохранить, но решают в WP. Но, с другой стороны, неправда. Это же команда Интропик. Это распространение хаосов во вселенной. О чем я вообще? Так, Эллен на меду. Просматривает как раз таки мид со снайперской винтовкой. Здесь Лаки с чешечкой вместе с своим тиммейтом на Апланте. А где Авик еще один? Авик еще один. Шестой и девятый. Девятый на меду. Шестой на Б-планте. Крат заметил своего оппонента. Отбежал. Главное здесь не подставиться под прострелы. Главное приготовить АВАПы как можно более позднее для команды Интропик, чтобы это было большим удивлением для атаки команды Виртус Про. Это шестерка-девятка, друзья, напомню. Оп, Эллен получает в жбан, но не стыляет, поймите, да, это. Лаки, Крат все-таки погибает. WP все еще в ходу, но уже очень мало людей. Падает один АВАПер, и Никельбек обязан уносить другую ВП. Скорее всего, здесь Виртус Про разрывают лица команды Интропик. Так, Никельбек закрывает бомбу. Что, один в пять, выиграет. Аешечку, Никельбек. Нужно ему идти, нужно идти дальше. Закрывает своих оппонентов, меняет, нет, не меняет ничего, неважно. Бустер, закрывает Никельбек. Кейс для команды ВП, друзья, в этом раунде. Каждый винтик из команды ВП, каждый медведенок здесь проснулся, с берлоги вышел, грибы в лесу собрал. Лиса не была довольна всем событием, но грибы покушал потом, и вообще хорошо прям. На довертике очень хорошо. Экономический теперь уже от команды Интропик. Здесь выбора у ребят уже нет. Да, потенциально 13-й здесь ребята из команды ВП. Должны себе закрывать. Кикерт с Калашниковым. Ждет всю эту историю. Минут 35 на таймере. Но потенциально 13-й для ВП. Но очень сложная вертига почему-то, оказывается, для команды Интропик в какой-то момент просто вот, просто вот, вот так вот. И ВП молодцы, и в целом здесь, наверное, их тоже можно хвалить. В любом случае. Крат с Юспом. Крат. Отлетает от Екиндера. Здесь должен быть максимально простой 13-й раунд для ребят с командой Вертус Про. И там уже 3 останется до победы на Вертига. 4 человека в активе команды Интропик. Ну, а не попробую сдержать Аплент. Но против нормальных девайсов, опять же, собранных Вертус Про, настолько сложно будет сделать. Никельбэк. Давайте посмотрим. Кикерт. Кикерт-то тяжело, конечно, идет. Но все равно идет. Форестера тоже забирает. Кикерт еще забирает, это понятно. Лаки последний. Лаки с чешкой как влетит, так, собственно, и вылетит. Так. Лаки. Лаки стоит, ждет. Может, что-нибудь дождется. Свапы девайсов. И Киндеру дают Мак-10, чтобы тот пошел пушить. По всей видимости, искать своего оппонента или что-то типа такого. Да, да, да. Так и происходит. И Киндер побежал. И Киндера Лаки нашел. У него Мак-10. Здесь стоит ведь Мак-10. Ну, идея не самая лучшая. Лаки это понимает. Смысла туда идти нет. Поэтому и армора нет у Лаки. Вот в чем проблема. Поэтому, конечно, беда. 13-8, друзья. Три раунда для ребят с команды Virtus.pro. Чтобы закрыть своих оппонентов. Закрыть все вопросы. Прямо здесь и прямо сейчас. И отправиться на третью карту. Там, да, второй приготовлен. Ну, мы едем дальше. 22-й раунд. На карте The Virtue будет сейчас. Джейм общается с командой. Здесь опять же... Сейчас ВП на подъеме. ВП нужно дозакрывать здесь эту карту. Это, в принципе, ясно и понятно, на самом деле, как день. Но это реальность того, что сейчас происходит. То есть, Энтропики по какой-то из причин теперь против ВП не могут предоставить. Уже ни на атаке не могли предоставить в конце половины, опять же, раунда. Ни на защите сейчас, дорогие друзья, не могут предоставить раунд против Медведя. Такс. Ну что ж. Бустер. Джейм. Щелкает здесь авик. Пытается своих оппонентов как-нибудь нащупать, как-нибудь найти. Но на самом деле раунд ключевой. И такое ощущение, что здесь его заливают Энтропики. И мы с вами уже на дасте. Бустер закрывает Форестера. Пять в четыре большинство. Даже интересно статистику глянуть по оппонфрагам, потому что, мне кажется, у Энтропиков их вообще нет. Вот там шесть раундов выиграли 6-1. И буквально два-три раунда после этого момента, мне кажется, было, где были оппонфраги для Энтропик. Так, в оставшемся все как раз-таки в пользу Виртуз Про. Четыре человека у команды Энтропика в активе на Б, на белом Б не получается у Лаки. Там еще, опять же, игрок команды ВП смотрел этот самый белый Б сквозь сетку. Господи, боже мой, забыл это слово на русском языке. Сквозь сетку, дорогие друзья. Элиан. Широко Элиан стоит, на мой личный взгляд. Еще и промахивается. То есть даже на стрейфе широко стоит. Все-таки закрывает Санжара. А белый Б, он знает то, что на белом Б находится оппонент. Все-таки крат закрывает оппонента на белом Б. Но перетяг на пустой А, флэнс, бомба от команды ВП. Так, ну тут есть молик. Очень неприятный, кстати, молик. Под бомбу, да, Джейм не может ставить. Здесь бустер идет со спины. Бомбу убивают. И ситуация 3 в 2, хотя вроде была достаточно неплохая. Там со спины есть бустер, который сделает один фраг. И все, на этом, да, команда Энтропик берет раунд, который очень сложно было выиграть. Кстати, крат с Элином по большому счету вдвоем его выигрывают. 3 плюс 2. Да, на крат до 3, на Элиа на 2 получается. Очень важный раунд для команды Энтропик, потому что теперь Энтропики должны понять то, что было бесконечно сложно в конце первой половины, меж половинами, опять же, в начале второй. Но вы все еще можете это сделать. Вы все еще можете на защите предоставлять ВП конкуренцию. Хотя, может быть, даже я этому раунду удивлен, на самом деле. Я уже не думал, что могут. Я думал уже, да, что ГГ, но я и сейчас не особо верю, если честно. Такое ощущение, что там прям большой тильт у Энтропик. Так, зашивка, крат. Одного, второго. Ну это, черт возьми, вот эта Эмка, которая в голову не убивает сейчас, наверное, мысли крада. Два фрага бы делал и спокойно отправлялся еще и в живых из этой истории. Но ситуация, ситуация 4 в 4. В чем дело, все правильно. Убивает сначала дальнего, затем переводится по ближнему. Кикерт 8 хп. Теперь собраться под Б-спираль от команды ВП. Идея, видимо, такова. То есть это, ну, копье на Б, так называемое. Узковато, но... Надо Б смотреть. Да, но вариантов нет. Лаки уже смотрит здесь. Опять же, семерка тоже ему помогает. Этот Форестер фростер моментально погибает. Теперь за генераторами находится, опять же, снайпер. Командный Энтропик и Бустер начинает жать. Просто начинает жать. Просто в лицо Лаки сейчас будет влетать. Лаки промахнулся и его забрал. Кикельбэк остается последней. Очень плохая игра от Энтропик на Вертига. Это вообще не те ребята, которых мы видели на Мираже. Вот у них щелчком, знаете, такое. Два состояния, как у Немиги. Я вот рассказывал об этом в аналитике. Либо Энтропик очень хорошо играет, либо, ну, вот сейчас Вертига откровенно ужаснейшая. Вертига от команды Энтропик. Я, ну, можете сами посмотреть. 6-1 был счет, дальше щелчок и все. Больше команды не было. Да как тебе сказать? Да не, не, так и есть. По-другому никак. Потому что... Тут противник, если честно, хорош. Команды Энтропик. ВП. Ну, в смысле, я просто вижу интеллектуальную работу от команды ВП на этой карте. Причем прямо на живую. Не до карты, а прямо внутри карты. Это не каждый состав может делать, вообще-то. Это прямо сейчас комплимент Виртус Про. Это не каждый состав может делать, люди. Да, да, ВП нет, определенно. ВП поймали свою волну еще вот с концовки Миража, наверное. Но поздновато было. Но сейчас вот переложили все это дело на второй карте. История в том, что Энтропик еще как-то зашли, я не знаю, реально, наверное, поймали какой-то тильт. Потому что очень много ошибок. Ясно, я думаю, идеи кончились, что на Т-сайде, там уже кончились, ИВП уже закрывали, ну, на сухую, по сути, оппонента. Что на защите самое смешное. У команды, которая подготовила Двертига, идеи постепенно закончились. А Виртус Про дальше показывают вот этот вот интуитивный манер атаки. И почему-то, повторюсь, у них реально получается бустер Лаки как открыл, так и закрыл. Лаки пал смертью храбрых. Очень много опен-фрагов от бустера. Очень много опен-фрагов. ХАЕшка. 5-4 уже в любом случае выход на аплент. Бустер много тоже делает, конечно, урона. Но заход на аплент вчетвером, ребята, из Энтропик. Даже вдвоем на апленте. ХАЕшка там по бустеру не падает. Два, две ХАЕшки. Вот это хорошо. Вот это жестко. Откидывается молотов на рукав. 28 секунд. Как новогодняя елка будет светиться здесь крат. Сколько ты здесь будешь стоять, все-таки будешь стрелять, все-таки будешь забирать Санжи. Это, кстати, по флешку Джейма, потому что уже флешки летели на плент опять же от команды Виртус Про. Кикер от двоих забирает Элен, и Фростер работает на размене. Бустер и Джейм очень сильно биты. И сейчас здесь потерян темп для команды Виртус Про. Есть шанс пересобраться команде Энтропик. Для того, чтобы закрыть просто оппонентов. Первого закрывают, второго должны закрывать. Уже просто закрывать. Нет, пусть они не закрывают. Все-таки Фростер закрывает 10 раунда команды Энтропик. Так. Авик? Нет, не успел. 14-10. 14-10. Паузу бы Энтропиком взять. Я не знаю, почему вообще ребята тактический тайм-аут не берут. Вообще, как будто его не существует. Но надо же обсудить. Надо скидывать темп. Очень хороший темп у команды Виртус Про. Опять же, вот эти два раунда, которые были выиграны, или сколько там раундов за защиту, можно там по-быренькому открыть нам. Нет, нельзя. Можно. Три раунда, да, за защиту? Отлично. Все три раунда были выиграны просто, ну, на каких-то нереальных лакичах. У ребят с командой Энтропик. Потому что либо в ВП завтыкали, либо какие-то очень гениальные действия. Нет, ладно, вру. Один момент был очень классный с заходом в спину. Это было очень классно. Два в два там ситуация. Но остальные моменты прям ошибки ВП. И у команды Энтропик очень сложно за защиту отыгрывать сейчас прямо. Якиндер на БМИДУ пытаются разнообразить свою атаку команды Виртус Про. Однако, между прочим, бросает БМИДУ Якиндер. Через андерпассы вместе с бомбером выдвигаются под А рампу на данный момент времени. У меня оставляли люркеров и поджимающих, файкующих, поджимающих. Четверка, в первую очередь, это бустер. Бустер получает на Орехи под Б-спиралью. Будет, скорее всего, присоединяться к своим ребятам чуть позже. Бустер там еще и Лаки постреляет. 32 хп. Я не прав. Ребята будут присоединяться к бустеру прямо сейчас. Так, это Б-плэнд. Это Б-плэнд. Тут два игрока. Седьмой и нолик. Лаки вместе с Форестером. Так, ну давайте, смотри. 35 секунд. Форестер ждет. Форестер против флешек стоит. Кикер спокойно закрывает. Одного. Форестер одного. Второго закрывает. Дает информацию и время выигрывает. Очень много сейчас. Форестер надо жить. Не надо открывать Форестеру! Широко выходит на левом стрейфе. Никельбек пока что за красным б дефолтом. Все-таки Эллен включается и киндер забирает крат. Крат. Будешь светиться, как на выходной елке, но этого не ожидал. Джейм последний остается. Санжа разобирает Джейм. Должен погибать один из сторон за командный тропик. Тотал больше 26,5 на карте до Вертига. Там денег нет. У команды Вертус Про. Там 2-3 тысячи в среднем у Мишек. И вот сейчас у меня... Да, тайм-аут сразу же от ВП. Просто вот кнопка красная такая у них на столе. Скажи мне, ну кроме тактического тайм-аута от команды Вертус Про, как ты относишься к слову закрепить? Ну прямой, да, например. Отнять виртуальную жизнь противника. Это долго, конечно, подговорил. Но вот 5 нашли, друзья. 5 нашли. Не так мы и потеряны. Не так мы потеряны, как может быть Вертус Про в этом раунде. Потому что это экономически для них. И выходить на 12-е от команды тропик. И видите, как сложно. Как бояться сейчас тропики свои... Ладно, 5 в 0. Но в любом случае они максимально аккуратно отыгрывали этот раунд. Потому что понимают, что против вот таких ВП заведенных, у которых красные глаза... Кстати, если вы не знали, то у эмблемы Вертус Про красные глаза. Я давным-давно об этом увидел. И, по-моему, у них был ребренд. В какой-то момент сначала у них не было красных глаз. Но могу ошибаться. Я когда-то это заметил. Думаю, ничего себе. Ну, обычно там глаза не видно. Но потом стало сложно выигрывать, и глаза стали красными. У нас вон просто висит большой... Большой эмблема. Большой логотип. Бай для команды Вертус Про, дорогие друзья, на последние деньги сейчас. Крат. Шансы для команды Энтропик. Крат вообще не боится. Крат не боится. А там Эллен боится тоже не совсем. 5 в 4. Большинство Энтропики начали делать опенфраги. Я не знаю, что произошло, но... Но произошел... Мемас. Думаешь? Угу. Четыре человека остаются у команды Вертус Про. Там аналитики, на самом деле, несколько подогревают здесь, потому что они пришли досматривать, как им казалось, последние раунды. Но дело в том, что, может быть, и не последние. Никельбэк забирает Екиндер. А три человека в активе команды ВП. Напомню, на Тэшном Налескину это бомба. То есть, если под бомбу будут ВП играть, то это надо еще идти забирать. Хорошо, от бустера. Я полагаю, здесь великие овертаймы. Может быть. Я честно, я не уверен насчет овертаймов. Я бы подождал раунды от команды Вертус Про, в том числе этот. Беспираль под бомбу. Что вы хотите делать? Все-таки Беспираль под бомбу. 40 секунд в активе команды Вертус Про. Два человека около Б уже находятся. Один находит. Во-первых, это Лаки. Во-вторых, в очередь, это Крат. Так, а Крат у нас контролит мид, насколько я понимаю, сейчас. Да, он ушел на мид. И он уходит больше к Апленту. Лаки здесь, если пройдут, то это будет очень плохо для команды Энтропик. И раунд 3 в 5 будет отыгрываться. Так. Ух, Лаки! Ой-ой-ой, еще и второго. Это фулл фокус просто. Я, если честно, вот сейчас не очень... Ну, опять же, кто меня слушает, кому я сдался со своим мнением. Но открытие по второму игроку было максимально опасным и рискованным очень сильно. То есть, грубо говоря, если бы его сейчас проходили, заход на бомбу и 2 в 2 выбивать тяжко. Это на стальных кружках выкат. Кружки на выкате, дорогие друзья. Нет, Лаки такой, он сколько можно 8 на 22 идти? Это кружки на выкате сейчас были от игрока. Он очень сильно рисковал на широком стрейфе, но при этом, опять же, со своим счетом 10 на 22 уже на данный момент времени закрыл все вопросы на б-плансе. И вот почему я не говорю о допах? Потому что что-то Энтропики тут могут 2-0 закрывать. Прям вот что-то в УВП большие проблемы в эндшпиле карты Девертига. Так. Ну, для начала не нужно проигрывать пистолетом. И это сейчас вот как раз то, что нужно ребятам из команды Энтропик сделать. Максимально отыграть Саевова против пистолетов. Они услышали, что там есть авик. Они знали, что там есть сейв. Поняли, что там теперь уже снайперская винтовка. Нужно отыграть аккуратно. С теком побежали. Здесь сложно. Лаки одного закрывает второго. Также тяжко. Нужна хелпа. Кикер. Закрывает Лаки. Жим убивает Форстера. А вот со спины там игрока не ждут. Разменных теперь есть. Но бомба потеряна. Придется бомбу забирать. Он там раскорячился, братан. Чилит рядом с бомбой. Заберите у меня бомбу. Я упаля. И Крат уже подходит сзади. То есть пока теряли время на бомбу команды Виртус Про. Они уже погибают. Джейм остается последним в активе у команды ВП. Крат флешка по тебя пытается кидать. Джейм будет, скорее всего, погибать именно от Крат. Да, остальные даже не открываются из команды Энтропик. Они защищали свои жизни здесь. Ох ты. Слушайте, интересно. Пляшут. Мишки. 14-14. Я не думал, что до этого всего дойдет. Но команда Энтропик, если честно, выводит себя в очень хорошую ситуацию. Неужели это будет переворот, переворота, переворота? Есть прекрасный термин. Переворота, переворота? Декун. Этот термин звучит. Переворот. Правда, это будет в политической манере. Но тем не менее Крат закрывает уже Кикерта. Виртус Про вы соберетесь или уже нет? Так, здесь Кикендер все-таки на размене. Закрывает Никелебека слишком агрессивно. Было. Краду кто-нибудь хелпанет? У меня вопрос. У Крада будут большие проблемы, когда прилетит Молик сюда. Если не прилетит Молик сюда, у него все равно должны быть большие проблемы. Есть хелпа. Два в два. Ситуация. Бомба пока никуда не идет. Очень важный раунд. Очень важный раунд. Причем для одних и для других. Откидывается Смоук. Главное не забыть про Цемент. Потому что когда Цемент не читается Моликом, Цемент иногда имеет свойство забываться. Примерно вот так. Примерно вот так. Крат закрывайте Киндера, дорогие друзья. Все-таки на Беспираль вы хотите к Бустеру пойти. Бустер вас зовет. И, наверное, пойдете конкретно именно к нему, я подозреваю. Или все-таки Бустер будет замыкающим в раунде номер 29. Раундов очень мало остается в мейнтайме. Но мы посмотрим их все, дорогие друзья. Потому что эта карта будет на всех раундах. Как минимум все. А то и больше. Так, ну что, 3 в 4. Друзья, Санджи вместе с тиммейтом перетягивается на точку БС. Здесь Бустера на самом деле можно попробовать вдвоем закрыть. У Бомбера своя идея. Важный момент. Бустер погибает. Но у Бомбера своя идея. Это был Аплент. Крат за тентом. Крат. Выходит. Это первый. Как тяжело. Второй. Это второй. Где стрельба? Где что? Где все? Ол-инновый бай. На 3 900, на 3 700 у команды Virtus Pro. Есть отличный термин. Ну, в зарубежном, собственно, кастинг-сообществе. В эспорте, то бишь в киберспорте, называется reverse sweep. То есть вытирание, собственно, пяти. Или там взаимосвязь дисциплины. Шести мужчин в обратную сторону от команды Entropic. Компуляцию открыть нам. Посмотреть, сколько раундов к ряду. Сейчас забрали 3-6 раундов подряд. Счет был, друзья, 14-9. Проверяй седьмой, дорогой друг. Проверяй просто. Давай смотреть, друзья. Команда Entropic сейчас может просто расставить все точки над И. Элиан закрывает бустера. 5-4 большинство. Команда Virtus Pro бежит, возможно, на последний раунд этого вертига. Там маг десятый. Там нет гранат. Или дотяну до допов все-таки из-за тактического преимущества или позиционного преимущества. Если смогли бы выбить 4 человека у команды ВП, 3 человека у команды ВП. Соберут сильнее 2 человека у команды ВП. Здесь уже Transformer не собирается. И Киндер с Джеймом остаются просто последние. Просто доиграть какие-нибудь киллы. Может быть, что-то там, не знаю, килл престижа. Что угодно, что хотите, то и делайте. И Киндер вместе с Джеймом, друзья, это фейк камбэк. Это фейк игра. Это Entropic, которые на самом деле все-таки включились. И я, честно, вообще не верил в то, что вот это может произойти. И в то, что мы не уйдем на третью карту и закончим здесь со счетом 2-0 для команды Entropic. Но вот именно такие Entropic спокойно могли обыгрывать даже команду Team Spirit. Очень сильное заявление. Максимально сильное заявление. Возможно, ошибочное сильное заявление. Но в любом случае это мы еще увидим. Потому что Entropic прямо сейчас, друзья, должны отправляться в плей-офф. И там их как раз-таки уже ждут ребята из Spirit. Настолько просто веет этот командный тропик. Маус Спорт в свои лучшие годы. Дядя Митя просто гений. Господи, просто белиссимо, манефик. Ты что из команды сделал, человек? Я тебе потом сока 2 литра просто грейпфрутовую принесу лично. Ты что с командой сделал? Мы превратились в чудовище просто, которое взрывает команду ВП. Или он забирает Джейма и Екиндер. ГГ, друзья. Один. Просто там нет времени. Дос от Никель. Пока нет. Екиндер будет бороться. Но смысла нет. ГГ. 16-14. Прыгай за карту, Екиндер. Здесь уже нет больше смысла. Это 2-0. Команда Entropic закрывает Virtus.pro. Как бы это не было обидно для мишек. Они действительно показали хорошую игру. Но это было поздно. Хотя нет. Это было не поздно. Но команда Entropic пока было не поздно. Включились и закрыли своих оппонентов. 2-0, друзья. Отличная игра от Entropic. И, в общем-то, ребят полностью заслуженно поздравляем. На сегодня заканчиваем работу. А студия аналитики продолжит и завершит этот разбор. Спасибо ребятам. Действительно, сегодня какой-то матч камбэков. Вообще, матчи камбэчные, которые происходят то с успехом, то не совсем. И вот в этом конкретном матче ребята из команды Entropic показали, ну, наверное, не то чтобы свой максимум, но потенциал камбэчный есть у коллектива Адия Дмития. Ребята, мы посмотрели с вами крутое Best of 3, даже без трех карт, но 29 и больше раундов в каждой карте. Крутой камбэк от VP, но недостаточно в первой карте от VP и законченный от команды Entropic. Что здесь не позволило VP выйти победителями? Ну, мне кажется, опять же, вовремя не взята тактическая пауза, но если мы просто как-то, у нас аналитика начинается уже в заключительной части карты, ну, просто вопрос так был адресован, поэтому я отвечу так. Что на счет 14-9, как только забрали свой нормальный закуп команда Entropic, нужно было ставить паузу VP. Нужно было сразу перестраивать свою атаку, потому что, как мне показалось, дядя Дмитий сделал очень грамотный мув, перестроив немножко опорников B и A, оттянув более глубокий диффенс опорников САП, потому что регулярно команда Entropic пыталась контест делать сначала на рампе, потом мы стянули обратно, и вот как раз-таки звено на B и центре начали делать основную работу. VP под это сразу подстроиться, к сожалению, не смогли. Я вот хотел отметить Forrester, который под B действительно очень много импакта вносил в последние раунды. То есть немножко непонятно, что случилось с командой Virtus.pro. Да, то есть не то, что не перестроились, это полбеды, почему как-то разбазарили свои моменты. Некоторые раунды начинались с отличных entry-фрагов под точкой A, но они при этом моментально отходили назад под B, но при этом не качнув даже соперника. То есть опорники с B никуда не уходили. Они фейковали сначала раскидкой на B, давали entry под A и все равно уходили под B. То есть они рассчитывали на то, что они стянут кого-то из опорников, но, как правило, команда Entropic до последнего никуда не двигалась. Это тоже, на самом деле, очень значимый момент, потому что Entropic действительно по дисциплине здесь выглядели куда лучше. Вот, и вот эта пауза на счете 14-11, мне кажется, должна была быть от команды Virtus.pro. И ее отсутствие, как по мне, все-таки предрешило судьбу команды VP в рамках этого Vertigo. По первой половине классно все было. Entropic забрали всего лишь 7 раундов в атаке. Это было мало. Я, честно говоря, думал, что все, мы уже увидим 100% третью карту. Я думаю, что вы со мной полностью солидарны. Тем более при счете 14-9. Так что, такие дела. Ну, был, опять же, момент для меня в многом. Для Virtus.pro очень-очень тяжелая ситуация наступает. Да, где-то волнуются, может, где-то еще, потому что был счет 6-2. Покупать второй авик бустером, это, во-первых, очень сильное вложение, правда, оно оправдалось. А вот то, что Санжи не покупает армону, для меня показалось довольно странным. Потом будет один из раундов, когда Кикерт, опять же, на уверенность якобы забирает первого, сразу же переводится на второго. Но этого не происходит. И тот раунд реально мог пойти совершенно по иному сценарию. Да и много моментов в Virtus.pro тоже, на самом деле, не доиграли. Но, кажется, мне... С армором от Санжи. Ну, я уже сказал. Только что просто показывают характер. Энтропик в очередной раз. Это команда камбэков, которые просто... Ну, их не остановить, если они ловят тот самый вайб. Они действительно показывают чудовищный перформанс. И в ближайшем будущем им светит очень и очень интересное будущее, если это какая-то тенденция сохранится. Но, но, но Virtus.pro, к сожалению, на данный момент как-то очень и очень сильно не доигрывают. И это действительно досадно. Потому что их парни там переезжают, наверное, где-то даже больше на удачу, нежели наступить. Ну, везет сильнейшим, либо везет тому, кто везет. Опять же, дорогу Василий Тедущий. Да, я немножко сейчас такими фразами побросался. Вот и продолжаю твои мысли по поводу того, что Virtus.pro зачастую начинали в преимуществе. Так оно и было. На самом деле, по опенфрагам они действительно ведут. Но проблема в том, что команда Энтропик как на у Сноуболе. Если у них выход поставлен, и у них есть действительно четкая цель в раунде, они ее добиваются. А у Virtus.pro такого, к сожалению, нет. Ну, конечно, в Vertigo, мне кажется, максимально все показалось. Сначала выход одной команды вперед. Потом камбэк от другой. Потом команда, которая камбэкнула, выходит еще на более плотный счет для себя. И мы уже так постепенно собираемся к тому, чтобы подготовить себя к третьей решающей карте. Мы уже собираемся в аналитике. А происходит там совершенно обратный камбэк. Не первая мачка, когда Энтропик возвращается. Ну, то есть мы уже видим это на постоянной основе от них. И это просто доказывает нам, что как команда Ирвини к победе у них очень большое. Чего, наверное, не хватает многим грандам в нашем регионе, которые, ну, скажем так, может быть громковато сказано, но зажрались. Я думаю, знаешь, я чуть глубже копну в твои слова, потому что, мне кажется, у команды Энтропик пока одно из самых сильных мест – это грамотные колы в середине раунда, даже когда команда в меньшинстве. То есть ингейм-лидер говорит четкую вещь, что нужно сделать, и у них это получается. Ребят, у нас будет сейчас послематчевое интервью, но не с игроком и даже не с дядей Митей. Расстроился у нас Громов. У нас будет интервью с аналитиком и вторым тренером команды Энтропик. Это Хома. Андрей, привет. Как настроение? Как настроение внутри команды? Что у вас сейчас вообще там происходит? Все очень рады. Сегодня мы действительно настроились на игру. Это было не как с матчем со Спирит. Когда мы пришли, мы просто переоценили от соперника. Мы пришли, начали нервничать, начали думать о чем-то накручивать себе. В итоге нас Спирит просто раздавили. То есть аналитика была, мы были как-то готовы, знали, что это было делать. Но тем не менее игроки просто подстраивались и убивали нас. Сегодня, да, не чувствовалось этой нервности. Сегодня мы пришли радостные, готовые, готовые побеждать. Но у вас был довольно такой спорный мираж во второй половине, где вы не могли закончить данную встречу. Как ты думаешь, что повлияло на это все? Неужели ВП подсобрались, либо вы не смогли найти тот самый подход, чтобы закончить мираж досрочно и уже чуть менее напряженными отправиться на вторую карту? Даже не знаю, как правильно сказать. У нас есть такая вот именно ситуация, которая происходит постоянно, когда мы сильно в счете или когда действительно у нас происходит какой-то важный раунд, и мы там 5 в 3, 5 в 2, и мы его после этого проигрываем, у нас начинается нервозность. Каждый начинает ставить все на себя и считает своим долгом попробовать сделать что-то соло, попробовать как-то взять раунд, попробовать открыть точку. В итоге это все заканчивается тем, что мы начинаем раунды 5 в 4, 5 в 3, мы начинаем нервничать, мы начинаем из-за этого потухать. И эта нервозность чувствуется, она происходит в тимспике, в общении ребят. Потом нам нужно ставить паузу, перестраиваться, и только тогда мы сможем как-то возвращаться в игру и заканчивать матч. Понятно, есть, я думаю, много вопросов ребят, но давайте не прям устроим. Да, мы так, лайтовенько. Да, Хом, с победой еще раз. Вот ты только что сказал, что у вас бывает нервозный момент, когда в большинстве там раунды отдаете, но я сейчас вот буквально за минуту до созвона с тобой сказал такую вещь, что у команды Intropic видно одно сильное место, это то, что команда, если играет даже раунд в меньшинстве, очень часто следует грамотные колы от ингейм-лидера. То есть вы не теряетесь, когда вы в меньшинстве, и у вас есть четко поставленная задача, и как-то справляетесь с этим, ну, так скажем, не самым равным положением дел в раунде. Кто у вас ответственный за такие более-менее морально-волевые моменты? Ну, надо отдать самое должное все-таки нашему тренеру Мите, который подготовил план на матч, подготовил, что надо делать в меньшинстве, что надо делать в большинстве, какие у них слабые точки, куда нужно выходить. То есть мы провели аналитику, и самое главное, что у нас есть заранее подготовленные сетапы. То есть, допустим, нужно выйти в какой-то план, да, мы знаем, куда нам нужно дать смок, куда нам нужно дать молли, какие нам нужно дать флешки на заход. И наш капитан Леха, он очень хорошо варьирует игру, подстраивается, дает правильные колы, и мы перестраиваемся и делаем из этого выхода. У тебя вообще нет вопросов? Ну, я был уверен в победе, поэтому их вам просто поздравляю. Да, как бы без шансов. Как вы думаете, какая команда, вот у нас сейчас осталось 6 коллективов, которые будут 2-2, вот по твоему мнению, больше имеют шансов на выход в плей-офф и, соответственно, забирать себе еще 3 оставшиеся слота? Ну, я думаю, что вся студия аналитики, в принципе, все удивлены, что Гамбит до сих пор еще не вышли. Это когда тот момент, мы как бы хотели бы понимать, что Гамбит мы все хотим видеть, и Гамбит точно должна выходить. Кто там остался еще? Напомните, мне просто Трайдент. Немига, ВП, Марлиан. Самое страшное, что мы можем ожидать, это увидеть за Рубу Гамбит в ВП. Мы надеемся, что такое, в принципе, не произойдет, но они не срочно, что это возможно. И я думаю, что это самое страшное, что мы можем увидеть. Эти обе команды должны быть в плей-оффе, и они должны бороться за верморачки, и должны быть там, где все. У нас будет жеребевка буквально через несколько минут. У тебя есть возможность высказать слова, пожелания, поздравления, все что угодно. Двое минуты славы. Двое минуты славы. Ну, хотелось бы передать спасибо команде «Интропик» за то, что они приняли нас в свой дом, за то, что они приучили нас, за то, что у нас появился наконец-то дом, который нас поддерживает. Наконец-то мы перестали думать о том, как мы будем кушать и так далее, что наконец-то у нас все стало нормально. И хотел бы передать просто привет всем нашим фанатам. Спасибо, что вы есть. Мы видим, что вы появились, что вы болеете за нас, и несмотря на хейт, который иногда происходит, мы все равно рады составлять вам удовольствие. Спасибо большое тебе. Еще раз поздравляем твою команду. Вы большие молодцы. Мы верили, что «Интропик» пройдет в топ-8 как минимум. Ну, а в дальнейшем вам удачи. Это был Холма, второй тренер-аналитик команды «Интропик». Позитивный человек рассказал, все разложил по полочкам четко, как в армии там все разложил. Да, действительно, конструктивно. Самое главное, без воды. Да. Я просто, знаешь, вот всегда такие моменты, когда ты говоришь, что ты есть вопрос какой-то дополнительный. На самом деле, Гром поднял мой вопрос. Ну, то есть я хотел спросить, в чем же секрет успеха выигрыша ситуации в меньшинстве? Потому что, по сути, вещей, контропикам вопросов практически нет. У них либо реально раунд получается, либо парни где-то сыпятся, и мы это видим. Я не думаю, что есть смысл про это спрашивать просто. Вот и все. Ну, да, я думаю, что ты прав. А у нас пришло время для жеребьевки, но мы ее проведем буквально через небольшую паузу. Поэтому оставайтесь с нами. Продолжение следует...